Правда и ложь в христианстве, Христос и Антихрист В 1656 году в Москве прошла церковная реформа патриарха Никона, которая привела к появлению староверов или старообрядцев. В чем и почему этот раскол произошел? Что же такого внедрили, что было не принято русскими людьми? Староверческий и современный крест отличаются, и, как вы знаете, имя Иисус заменили на Иисус с двумя И. Наше православное христианство взялось из Византии. Византия существует с 4-го, начала 5-го веков на основе Римской империи. Мы – культурные наследники Византии. Причина и следствие далеко не отстоит друг от друга. И если Византия в 4-м веке образовалась, то этому должна быть весьма весомая причина. Государственной идеологией Византии было православие. Следовательно, и родоначальника христианства следует поискать в 4-м веке. Это обнаружил наш исследователь Николай Александрович Морозов. Он сопоставил Иисусу Христу, святого Василия Великого, который жил в 4-м веке. Примерно в 330-м году родился, и в 368-м году он дал свое учение, которое мы называем христианским. В своей книге «Христос. Небесные вехи земной истории человечества. Части Великий Царь» он по сопоставлению лунного затмения, описанного в Евангелии, астрономически вычислил дату как бы распятия. Эта дата – 21 марта 368-го года. Далее, сопоставил и нашел много биографических соответствий в жизни Иисуса Христа и Василия Великого. Рождение, обучение, крещение в зрелом возрасте. В возрасте 35-39 лет лечил и учил звездочтению в Понте, царство Понт. В 368-м году состоялся суд над ним римского наместника в Понте, Пилата Понтийского. Пилат – созвучный пилот, и, видимо, есть не имя, а звание – наместник. Из суда над ним он вышел победителем, о чем говорят многочисленные мозаики и картины византийской эпохи. Никакого распятия на стенах византийских храмов не изображается. Став победителем, он был провозглашен своими приверженцами сыном самого Бога, а следовательно и царем всей земли. После этого началось восстание в Сирии и Малой Азии с неспровержением императорских статуй и статуй древних богов, о котором повествуют греческие историки времен царствования Валента. Таким образом, он стал первосвященником и духовным символом нового византийского царства. В качестве дополнительного доказательства к датировке можно привести график численности святых по векам, составленный Морозовым. Многие из них жили во второй половине IV века и, вероятно, были родными и друзьями самого Христа. Год 395-й, конец IV века, считается годом отделения Византии из Римской империи. Как видим, все вполне закономерно. Новая религия – новое царство. Возникновение Византии с христианством повлекло за собой падение Римской империи к 476 году, в которой царила одна сплошная вакханалия. Западная история лживо изображает это, как нашествие каких-то варваров. По понятной причине – проиграли. Теперь перенесемся во Францию примерно в XI век. Алексей Хрусталев в своем исследовании «Код Библии взломан. Франция – колыбель христианства» показывает, что родиной Иисуса была Франция. В средние века Франция называлась Галия. Вспомните, что Иуда был галитянином. Древнее название этих земель – это Галия. Галия существовала вплоть до XVI века точно. По крайней мере, даже существуют монеты французских королей, в которых написано «король Галии». Упомянутые в Евангелии города Назарет, Вифлеем, Хеврон, Кана Галилейская, Самара и другие могут быть найдены на карте Франции с практически неизменившимися названиями. В городах Франции есть храмы со склепами евангельских персонажей, таких как Понти Пилат. Да-да, тут он уже из Пилата Понтийского превратился в Понтия Пилата, Марии Магдалины из немецкого города Магдала и других. На территории Франции есть и множество реликвий, таких как Копье Лангина, Гвозди с креста, Терновый венец, находящийся в храме Нотр-Дам. Такое количество совпадений можно объяснить, если место, где произошла евангельская история, там и находилось. В средние века там жило множество евреев, и своей столицей они называли Париж. Для них он был Иерусалим. Именно в Париже и Иерусалиме на горе Монмартр в качестве горы Голгофы состоялось распятие Иисуса. Там сейчас находится собор Сакрикер. Вычислить точное время этого пришествия мне не удалось, однако это можно оценить косвенно по событиям, которые произошли вслед. Истинная причина раскола между православной и католической церквями – это появление нового Иисуса во Франции и новой версии, так сказать, христианства. Вслед за расколом последовала и религиозная война – крестовые походы, которые были направлены не на поддержку, как сейчас считается, а против Константинополя. В результате чего в Византии и начался упадок. То есть крестовые походы имели чисто религиозную причину, да и сама католическая культура происходит из Европы, Франции, Италии, Испании. Таким образом, появление Иисуса во Франции – это примерно XI или X век. Вслед за крестовыми походами в Европе начинается эпоха так называемого Возрождения. Возрождение нравов, которые были до христианской Византии в античном Риме. Зарождается такое культурное явление, как гуманизм. Гуманизм наделяет человека правами, образно можно сказать, каждый суслик в поле агроном, отрицая при этом закон от Бога, как и само существование Бога. И в этом гуманизм, как и любая религия, отнюдь не гуманен, а догматичен и агрессивен. Так, война Наполеона с Россией – это не что иное, как война гуманизма с православием. Ко дню сегодняшнему гуманизм является доминирующей, как бы, религией в мире, превратив христианство в миф. Как видим по последствиям, по делам, появление французского Иисуса вызвало падение роли христианства, как социальной идеологии, поэтому и Иисус – суть антихрист, появление которого было предсказано. Антихрист – это человек-мессия, который должен быть как Христос, но иметь злой умысел – антипод Христа. Для того, чтобы быть принятым, он должен был походить на настоящего Христа, то есть говорить примерно то же, что и Христос. Поэтому ко дню сегодняшнему современное христианство представляет смесь правды и лжи. Постараемся разобраться. Для того, чтобы христианство на заре своего появления в Византии было бы воспринято всерьез и на государственном уровне, оно должно было быть более близким к жизни, реалистичным, а настоящий Христос – это победитель в буквальном смысле этого слова. Полагаю, это походило на почитание Ленина в СССР. Теперь давайте вернемся к реформе патриарха Никона 1656 года. Полагаю, к этому времени французский Иисус Антихрист дошел до Руси. Давайте посмотрим внимательно на староверческий и современный крестик. На современном кресте есть распятый осужденный Христос. Образ распятого Христа как бы говорит сам за себя – Бога нет, то есть Антихристос. Можно сказать, что распятие – это и есть та самая печать Антихриста, принимая которую человек как бы говорит – видал я этого Бога в гробу в белых тапках, и его правила тоже. А поскольку одно из главных правил Бога – возлюби ближнего своего, то отрицая это правило, человечество перешло к схеме социальных отношений «используй ближнего своего». Именно это, так сказать, право человека отстаивает гуманизм. Как следствие, капитализм или иные неравновесные, то есть несправедливые устройства общества, по сути, детище Антихриста. Но продолжим про крестик. Для того, чтобы понять, что изображено на староверческом крестике, надо прочитать молитву на его обратной стороне. «Да воскреснет Бог, и расточатся в разе Его, и добежат от лица Его, ненавидящие Его». Полагаю, речь идет о воскресении Бога на земле как человека, а не о вознесении на, так сказать, небеси, как это сейчас пытаются представить. Кому бы на земле эти небеси были бы интересны? Через пожелание воскресения Богу на земле человек подтверждает верность Богу и Его принципам. На староверческом кресте изображен образ воскресения, подобный цветку лотоса. Путь от царства Марии, смерти, через победу, Ника, признание всеми как сына Божьего, до царя славы, путь Христа. Исе и Хесе означают восход и закат. Как это отличается от современной версии? Современный Иисус Антихрист удовлетворяет и другим требованиям. Ради принятия Антихриста должно быть искушение. Полагаю, это тезис о том, что Бог якобы искупил грехи человечества. Греши теперь сколько угодно. Еще для Антихриста были предсказаны пустые чудеса. Превращение воды в вино, к примеру, и есть такое чудо. Правда это или нет, не важно. Важно, что это описано в Евангелии. Воскресение Бога на земле как человека – тоже ключевой момент. Это устанавливает веру в перерождение, воскресение, реинкарнацию Бога человека, а значит и людей. Ведь человек есть по образу и подобию Бога. Отсюда отношение к своему будущему, отношение к окружающему. Антихрист убрал эту мысль через распятие. Таким образом формируется другое отношение. Живи в свое удовольствие, бери от жизни все. Знание о возможности перерождения следует из признания того, что воскресший при очередном пришествии Христос есть тот же самый человек, который появлялся тысячелетия назад. Немного слов об имени. Поскольку русская православная традиция наследница византийской, а византийская культура влияла и на образование речи в Европе, то можно поискать корни в русском и других европейских языках. Иисус состоит из И – Иисус. И – обозначает человек. В английском так до сих пор и осталось. Ай – значит я. Например, Иван – это человек в ванна, то есть священник, осуществляющий крещение в воде. Корень Сус можно понять по значению слова Сусек. Да-да, те самые Сусеки из сказки про Колобка. Сусек – отсек для хранения муки или зерна. Отсюда же слово Суслик. Он роет в земле Сусеки и хранит там припасы. То есть Сус – это хранить, спасать, запасать. Иисус – человек-хранитель, спаситель. Что вполне соответствует по смыслу. Имя же Иисус образовалось позднее, когда Иисус стало уже общеизвестным и самостоятельным именем-понятием. То есть И Иисус – это человек Иисус. Таким образом, видна вторичность имени Иисус, что подтверждает, что их было два, причем один много позже другого. Таким образом, можно считать, что примерно с 1656 года и до настоящего момента на Руси не христианство, а скорее антихристианство. Из этого следует несколько выводов. В любой религии наиболее древние храмы являются наиболее почитаемыми, как самые священные места. Самый древний храм православный, который на сегодняшний день сохранился – это собор Святой Софии в Константинополе. Если говорить про Русь, то это собор Василия Блаженного – Успенский собор на территории Кремля. Ко дню сегодняшнему эти храмы являются музеями. Зато выстроено гораздо больше, так сказать, новодела уже в новой антихристианской вере. Главный храм Москвы, который именуется Храм Христа Спасителя, был воздвигнут после того, как Наполеон уничтожил остатки старой веры в Москве. И этот храм посвящен уже Антихристу Иисусу. Вывод второй. Тот, кто говорит о русском православии времен Романовых, очень сильно ошибается. Во-первых, истинного православия уже не было. Во-вторых, и цари Романовы русскими по национальности не были. И в-третьих, они даже не были царями, они были императорами. А император – это повелитель, то есть деспот и тиран. Царь – это иное понятие. И третий вывод. Советская власть боролась не с христианством, а с антихристианством. В дополнение я хочу сказать пару слов о эффекте духовного наследования. Тот, кого вы принимаете или считаете в качестве отца или бога, то таким образом вы наследуете его свойства, его черты характера. Это передается даже, так сказать, на подсознательном уровне. Таким образом, если в западной цивилизации принят в качестве бога Иисус антихристос, то есть бога нет, то, в общем-то, неудивительно, что в ней развился гуманизм, переходящий в атеизм. Гуманизм и современное антихристианство – суть одно и то же. Как гуманизм наделяет вседозволенностью человека, так и антихристианство, говоря, что бог якобы искупил грехи человечества, призывает молиться за себя, а не за бога. А значит, отрицать принцип любви и правды, и служит совсем не богу. Вот этот старинный образ Христа Спасителя. Прикладываясь к нему, молитесь о себе, молитесь о себе. На кресте, как бы свою жизнь закончил, если бы не воскресенье. То есть, с такой забывательской точки зрения, он неудачник. Лжи-апостолы, лукавые делатели принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света, а потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды. Но конец их будет по делам их. Второе послание к коринфянам. Общий вывод. Установлено, что было два Христа, первый из которых настоящий, Иисус, привел к появлению в Византии в IV веке, победитель. Второй – Антихрист, Иисус, который появился во Франции в XI веке и привел к появлению западной атеистической цивилизации. Это было сделано путем инсценирования распятия, которое находится теперь в каждом храме. Вот так. А почему Иерусалим считается священной землей? И на другие вопросы, которые вы можете задать в комментариях, отвечу в другой раз. Продолжение следует... Продолжение следует...